Единственная проблема бегать в горах, это горы, постоянные подъемы, в городе это еще ступеньки, по ступенькам очень тяжело бегать, но весело. Мой бег уже перешел на полный шаг, потому что такой монотонный подъем в гору, что даже небольшой наклон, это минимальная монотонная усталость дает о себе знать. Но сейчас он может равняться, поэтому и мой бег выломнется. Я вижу цель, я вижу гору. У подножия горы, Медведь гора, признаться, думал, будет легче немного, в связи с затяжным подъемом, просто вот ноги очень устали, но тем не менее очень рад. Вижу цель вот где-то там на высоте 571 метр. Друзья, после такой пробежки в гору, подъем, на саму гору просто вообще тяжелый. Каждый шаг дается тяжело, начались головокружения, вообще не знаю, дойду-не дойду, вот такие мысли. Еще одна из сложностей того, как предстоит подниматься на Юдак, это то, что здесь нет никаких родников, ручьев. И всю воду, что вы с собой взяли, это будет вся ваша вода. Обычно я поднимаюсь к гору, беру одну бутылку, и мне хватает. Потому что где-то я все равно пополняю запас холодненькой водички. Здесь же этого нет и не будет. Вода у меня уже на исходе. Оставил буквально несколько глотков на самый финиш. Сижу на лавочке, отдыхаю. Любуюсь красотами. Друзья, всех с праздником! С Днем Военно-Морского Флота! Я это сделал, я на горе Медведь. Будьте здоровы! Друзья, в фильмах показывают про различные преодоления самого себя, про спортсменов, там еще про кого-то, что когда человек что-то сделал такое тяжелое, он прям там кричит такой, у-у-у, ес, я это сделал. Вот я поднялся на Медведь-гору, предварительно пробежав, там, больше 20 километров, в горах опять же, по жаре. И вот у меня нет никакого вот этого ликования. То есть единственное, что мне сейчас хочется, это выпить холодного кваса литр с залпом, ибо скорее попасть домой к любимой девушке. Все. То есть радость у меня была где-то часа два назад, когда я понял, что да, я уже точно поднимусь, что у меня ничего не заболело, что все хорошо. Сейчас как представишь, что надо еще спускаться по очень крутым склонам, как это делать я не знаю, потом добираться до дома. Так что квас, любимая девушка, ждите меня. Я буду не скоро, но буду точно. Кончаемая дорога от горы к трассе, чтобы сесть на маршрутку. Воды нет, ничего нет, хочется кваса, пить, домой. И не пойму, когда, блин, уже будет трасса, потом нужно будет ждать автобус. Друзья, представляете, в какой стране мы живем? То есть я сейчас поймал себя на мысли, что я вот иду со стаканом кваса, люди видят, что у меня праздник, и наверняка думают, что я иду с кружкой пива, что какой я плохой, иду тут по улице пью, потому что у меня праздник. На самом деле я пью квас, пробежав, после того, я пробежал 25 километров. Вот так вот. Спасибо.